Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтман. Сегодня мы поговорим про биткоин и о том, что будет в ближайшее время и что будет в будущем. Также я затрону немножечко ситуацию с дном биткоина. Но самое главное, вначале я хочу сообщить о том, что сегодня будет дан очередной сигнал на интересный паттерн. Но вчера в своем телеграм-канале, до того, как все начиналось, я дал сигнал о том, что у нас образуется такой паттерн, как алмаз. И заключил пари с самим собой на то, что он будет пробит вниз и мы реализуем наш потенциал. Все это зафиксировано и в телеграме, и во вчерашнем видео. Что ж, празднуем победу! Всех с профитом! Но мы идем дальше и нужно завоевывать новые педесталы. На своих экранах на 4-часовом таймфрейме вы можете лицезреть такую формацию, которая напоминает нам перевернутую чашку с ручкой. Если быть более конкретным, то вид у нас имеется вот такой. Нарисуем ее для того, чтобы определить наш тейк-профит. Непосредственно сама чашка и потенциал ручки. На текущий момент времени он имеет данный отрезок и данный потенциал. Однако, в стечении времени он может немножко измениться. Но будем рассматривать все равно. Выходит, что наш тейк-профит номер 1 в случае пробоя шеи будет равняться 29 тысяч. Как правило, после пробоя шеи доходим до первого тейк-профита. После чего зачастую отскок до шеи, расторговка и движение дальше до нашего основного тейк-профита номер 2. Но это в случае пробоя шеи. Если все тейк-профиты проверить зонками Фибоначчи, то мы с вами можем получить 1 в 1. 0,786 по Фибоначчи как раз и является нашим основным тейк-профитом. То есть донышком самой чашки. Для того, чтобы раздробить данный тейк-профит, вы можете взять за основу такой тейк, как 28615, 28204, 27876 и 0618 это 27550. Если дробить не желаете, то в случае пробоя основной тейк-профит 27100. Что ж, будем наблюдать, реализует ли он себя или нет. А сейчас мы с вами проверим с помощью такого индикатора, как маркет сайфер, наши догадки о том, что мы действительно должны двигаться в направлении дна. Почему я так думаю? Потому что сравнив исторические данные за 1, 2 и текущие 3 медвежьи циклы, совпадение 100%. Случайность исключена. Итак, нам понадобится CPR линий и такой индикатор, как маркет сайфер. Смотрим. По маркет сайферу мы с вами видим, что MACD вверх перешел через нулевую линию, то есть совершает горб и загорелся сигнал на продажу. Соответственно, этот момент нужно сейчас учесть и запомнить. Более того, мы с вами подошли к таким фиолетовым линиям, как CPR. Не нужно забивать голову, что это за линии сопротивления, проще говоря. Соответственно, смотрим, как это было во втором и первом медвежьих циклах. Это второй медвежий цикл. По маркет сайферу мы совершили с вами верхний горб, то есть зашли через ноль. Соответственно, сигнал на продажу сделан. Точно так же мы с вами отталкиваемся от верхних CPR линий, как от зоны сопротивления, то есть по направлению вниз. И первый медвежий цикл. Снова CPR линии, зоны сопротивления. Мы с вами отталкиваемся от них. Маркет сайфер нам выписывает снова небольшой этот горб выше нуля и дает сигнал на продажу. Все один в один, в трех медвежьих циклах. В одной и той же ситуации. Буквально за месяц плюс-минус до того, как было найдено дно. Соответственно, слишком правдоподобно, чтобы быть некой случайностью. Но каждый из вас верит в то, что хочет. Если вы верите в то, что мы от текущих идем к 100 тысячам долларов за биткоин, это ваш выбор. Я лишь пытаюсь быть альтернативной точкой зрения для вас. А сейчас вы увидите очередную порцию магии, которая заставит вас просто задуматься. Но перед этим, если вы хотите сказать мне какое-то особое спасибо, то торгуйте от меня на биржах Bybit и Femix. Ссылки в описании. Попробуйте одну из этих бирж, вам точно понравится. Именно там я и торгую. Что касается текущей ситуации, то хочу обратить внимание. Здесь у нас была зона дисбаланса. То есть, когда мы выходили из блока распределения, попадали в блок постраспределения. И, соответственно, сейчас мы вышли и находимся тоже в зоне дисбаланса. То есть, это дисбаланс и это дисбаланс. Но что здесь важно понимать? Первое. Если мы нанесем зоны Fibonacci от начала импульса до его конца, то мы увидим, что отскок у нас совершался до 0,5 по Fibonacci. Почти до 0,618. А мы знаем, что отскок от 0 до 0,5 или 0,618 называется отскоком дохлой кошки. Отскакивая от 0,5 до 0,618 по Fibonacci, мы двигаемся ниже платформы, на которой стояли. То есть, мы должны были уйти ниже этой отметки 43,150. В итоге, так и случилось. Мы пошли по направлению промежуточного дна. Сейчас же у нас тоже зона дисбаланса. Мы точно так же наносим сетку Fibonacci от начала импульса к ее концу. В итоге, мы видим, что цена фактически дошла до 0,5 по Fibonacci, что опять же соответствует отскоку дохлой кошки, после чего можем совершить кульбит по движению вниз. В итоге и произошел обвал. Соответственно, с высокой долей вероятности мы можем спуститься дальше вниз. То есть, у нас сейчас существуют глобальные наклонки, которые могут держать цену. И, соответственно, пробивая их, мы будем двигаться по направлению ко дну. Вы помните, что мои цели на дно биткоина это от 20 тысяч до 25. То есть, все, что будет в этих пределах, это победа для меня и моего комьюнити. Но магия продолжается. Хочу вам показать по диапазону цен. Обратите внимание, от импульса до падения прошло 24 дня в прошлой зоне дисбаланса. Сейчас же от импульса до текущего момента у нас прошло 22 дня. Если учесть, что история не всегда повторяется один в один, но тут даже есть повторение, то можно ожидать буквально со дна на день дальнейшее движение вниз. Особенно с учетом паттерна перевернутой чашки с кружкой и совпадения кучек по MACD на таком индикаторе, как MarketCypher. Итак, по срокам совпадает, по Fibonacci совпадает. Что же касается паучьей сетки. Обратите, пожалуйста, внимание. Если мы говорим, что эта ситуация рассматривается одна как из ключевых, то если мы скопируем данный фрактал и нанесем его до конца, то есть дна, которое было у нас промежуточное, и переставим нашу текущую ситуацию, естественно, подбирая верха, то есть вот у нас ситуация, о которой я говорю, да, то есть вот мы добрались до 0,5 и движение дальше. И обратите внимание, насколько эти фракталы прям близнецы, исходя из паучьей сетки. Первое. У нас зона сопротивления в данном месте, паучьей сетка раз. Дальше. Движение вниз, расторговка в данной паучьей сетке, то есть, которая выступает зоной поддержки. Опять пробой. И движение с остановкой в данном месте. То нельзя говорить, что этот фрактал полностью нам показывает то, как пойдет цена биткоина. Чушь, конечно же. Но, в любом случае, данная сетка и данный фрактал говорят нам о том, что наше дно, которое мы с вами прогнозировали от 20 тысяч до 25, действительно является очень-очень правдоподобным. Многие из вас задаются вопросом, так что, неужели мы больше не пойдем к тем зонам, о которых я говорил в позавчерашнем видео? А я напомню, что основные зоны от скока у нас были определены как 31 200, 32 800, фактически 33, 34 и невменяемое 35 800. Но если вспомнить то видео, то я говорил, что от текущих я не верю в разворот. Я сказал, что основная цель это скорее разворот по данной свечной модели, разворотной. Можно пересмотреть видео, там я говорю. Единственное, что я думал, что мы все же сумеем дойти до 33 тысяч, так как там пролегает йома 50 на дневном таймфрейме и, конечно же, сама зона сопротивления. Но биткоин решил немножко иначе. Он просто дошел до 0,5 по фибе и совершил свой разворот. Но не нужно исключать того, что все же по какой-то причине мы не сможем добраться до 33 тысяч. Если посмотреть на зону сопротивления сверху и наклонку снизу, у нас получается высходящий треугольник. Соответственно, мы можем пойти совершенно по другому пути развития биткоина. По поиску дну расторговкой в данном треугольнике с пробоем дальнейшего вниз. Все может быть, учитываем и это. И напоследок хочу немножко сфокусничать. То, что вы сейчас увидите, это скорее так просто подчаевок. Не нужно это воспринимать как какой-то дар волшебника или кролика из шляпы. Обратите внимание, если вы возьмете окружность Фибоначчи, нанесете от минимальной точки до максимальной точки, до куда доходил биткоин, то вы увидите, что фактически зона 618 пролегает около дна. Обратите внимание, то есть совсем немного не хватало. Погрешности существуют. Но как они действуют дальше? Смотрим. Снова окружность Фибоначчи. Мы берем от минимальной точки, откуда стартовал биткоин, и наносим на снова максимальное значение, пик. В итоге, вы снова видите, 0618 пролегается рядом с дном биткоина. Опять с небольшой погрешностью. Уже двойное совпадение. Действительно, удивительно. Но, если мы возьмем следующий момент, нанесем от последнего второго медвежьего цикла дна, и нанесем на следующую максимальное значение пика биткоина, то вы увидите, дорогие друзья, что снова 0618 пролегает рядом с предполагаемым дном биткоина. Мы обозначили, что это, скорее всего, июль месяц. Соответственно, вот эта зона, которая подпадает под район 0618. Дело в том, что 0618 золотое сечение. И считается, что все в этом мире стремится к этому числу. И напоследок, хочу немножко неправильно использовать окружность Фибоначчи, так как она относится к минимуму, к максимуму или от максимума к минимуму. А просто хочу показать вам цикличность. Если я нанесу идеально, идеальнейший круг, в который входит цена. Центр у меня ровненько, серединка текущей обстановочки, где у нас был второй медвежий цикл. В итоге, что мы можем с вами видеть? Мы можем видеть зону Фибоначчи, которая отражена в данном месте, и является 0618. Посмотрите, вот эта оранжевая линия, 0618. То есть от 0618 до 0786 было первое дно биткоина, первый медвежий цикл. Соответственно, если мы пойдем вниз по этому коридору 0786 и 0618, мы ровненько придем к предполагаемому текущему дну биткоина, который простилается тоже в районе 0618 и 0786. Вот такие вот чудеса с линиями и окружностями Фибоначчи. Что ж, друзья, если вам понравилось видео, обязательно ставим лайк, пишем комментарии, расскажите про меня своим друзьям, пишите, сообщайте обо мне везде, где угодно, пусть как можно больше людей увидят альтернативную точку зрения. Также не забывайте подписываться на мои социальные сети, TikTok, Telegram, Twitter, и в описании под видео есть две замечательные биржи Bybit и Femix. Торгуйте от меня. А почему бы, собственно говоря, и нет? Увидимся. Берегите себя.